Если честно, я уже запуталась в этих круизных днях. По-моему, сегодня у нас пятый день круиза. Мы уже стоим в Петрозаводске. Через полчаса нас собирают. У нас будет пешеходно-автобусная экскурсия по Петрозаводску. Потом мы вернемся сюда на обед. И дальше дополнительная экскурсия, которую мы с Антоном купили. Это экскурсия на водопад Кивач. Петрозаводск – город на берегу Онежского озера. Датой основания считается 1 сентября 1703 год, когда здесь, по указу Петра I, было начато строительство казенного оружейного завода. А начинается наша экскурсия с дома Кантели. Сюда мы заходим. Это такой местный национальный музыкальный инструмент. Сейчас будем с ним знакомиться, держать в руках и, возможно, даже дадут поиграть. Здравствуйте, уважаемые гости дома Кантели. Мы рады вас приветствовать в Карелии, мы рады приветствовать вас в доме Кантели. Кантели – это струнный щепковый музыкальный инструмент карельского и финского народов, похожий на гусли. В начале 1930-х годов под руководством сотрудника фольклорной секции Виктора Гудкова был изготовлен Кантели с хроматическим строем. Через шесть лет он организовал государственный ансамбль Кантели, который существует и по сей день. Музыка В доме Кантели находится мастерская народного костюма, которая работает по старинным эскизам. А также мастерская национальных инструментов ансамбля Кантели. Сегодня здесь изготавливают и реставрируют не только пятиструнные, десятиструнные, пятнадцатиструнные и хроматические Кантели, а также другие национальные инструменты. Каждый инструмент делается вручную. С историей Кантели мы познакомились, и сейчас у нас будет такой мини-концерт. Облично. Очень здорово. А теперь верхняя. Верхняя. Приехали мы на водопад Кивач, сейчас ехали, сейчас здесь еще будет экскурсия обзорная. Я успела поспать в автобусе. Карельский водопад Кивач находится на природоохранной территории одноименного заповедника. Места эти стали заповедными в 1931 году. Природа Кивача славится богатством растительного и животного мира. Умиротворяющими карельскими пейзажами и карельскими березами. На территории заповедника есть даже музей природы. Он знакомит с местной флорой и фауной. Долгое время Кивач был самым крупным равнинным водопадом на территории Растии. И вторым по размерам в Европе уступая только Рейнскому водопаду. Общая высота водопада Кивач около 11 метров. Высота от весного падения воды 8 метров. Исторически название Кивач произошло либо от финского слова киви – камень, либо образованно от карельского кивас – снежная гора. В разное время стихотворения водопаду Кивач посвящали Державин, Глинка, Глазков и другие поэты. Тут столько народу, и все хотят увидеть, но не получается ничего увидеть. Сейчас увидеть водопад вживую приезжает очень много туристов, что лично мне мешает наслаждаться видами и делать красивые снимки. Субтитры создавал DimaTorzok